Мне кажется, сегодня такой очень показательный и важный самонастойчивость, с которой теперь задается вопрос о будущем. Вот еще совсем недавно все разговоры сводились к тому, что будущего нет, история закончилась, ну если и не закончилась, то во всяком случае забуксовала, а будущее это не более чем просто какой-то такой технический апгрейд, такая улучшенная версия настоящего. И вдруг сама эта ситуация в пандемии, вдруг это будущее нам открывает, причем открывается оно во многом противоположных друг другу психологических модальностях. С одной стороны, пандемия это безусловно событие, мировое событие, но это событие, которое переживается в предельно несобытийной форме. Мы все вдруг оказались заперты, изолированы в своих квартирах, обездвижены, единственное, что нам остается, это вот некоторые томительные ожидания, томительные ожидания будущего. Но это будущее, в общем, сводится на самом деле к прошлому, потому что мы все ждем, когда же наконец все это закончится, и мы сможем как бы вернуться к той как бы нормальной повседневности, уютной, вернее, она уже кажется сегодня такой прекрасной, на фоне всех этих запретов, и такой очень притягательной. И вот будущее дается в режиме такого очень томительного ожидания, еще раз повторюсь. При этом само событие пандемии окажется просто каким-то чудовищным избытком, от которого надо побыстрее избавиться и зажить той жизнью, к которой мы привыкли. И мы сегодня видим, да, особенно вот в тех странах, где постепенно все эти жесткие карантинные меры снимаются, мы видим, как люди радостно выходят на улицы, обнимаются, целуются, ходят в кафе и так далее. Вот, но мне кажется, что одновременно с этим, как бы, да, одновременно с этим желанием вернуться в нормальную жизнь, есть еще и все-таки вот некоторое ощущение, что мир не будет прежним. И очень много, как бы, сейчас разговоров и спекуляций на эту тему, да, и, ну, понятно, что в основном они, ну, окрашены некой тревогой, беспокойством, какими-то фобиями, но даже вот сквозь эти тревоги и фобии ощутимо-различимо, ну, в общем, такое, как бы, любопытство и даже желание, чтобы, наконец, все изменилось. Вот, а на самом деле, ну, понятно, что мир, конечно, и изменится, но вряд ли эти изменения, как бы, будут такими уж радикальными, да, ну, как Уильбек, кажется, недавно в одном из интервью говорил, ну, вот, будет примерно то же самое, только чуть хуже, да, мы вернемся к нормальной жизни, но эта норма несколько изменится, она будет несколько другой. Вот, и, ну, ну, все вот эти, как бы, такие, ну, ну, как бы, изменения, на самом деле, в общем, они все в качестве каких-то тенденций, да, уже существуют в нашей сегодняшней жизни. Ну, скажем, биополитический контроль государством своими гражданами, ну, сегодня, безусловно, усилился, и для этого существует теперь масса, как бы, технических возможностей, но, ну, в общем, это не сегодняшнее изобретение, да, он практикуется довольно давно, пусть и в других формах. Или, там, возьмем этот массовый переход в онлайн, особенно, как бы, в сфере образования, ну, здесь радикальным является, как бы, тотальность этого перехода, да, когда вдруг все занятия оказались, ну, как бы, да, вынуждены вести, вот, либо в зуме, либо в каких-то других, ну, других платформах, да, все эти дистанционные экзамены, все непривычно, но на самом деле, как бы, у каждого вуза есть и был, вернее, этот портал дистанционного образования, туда что-то выкладывалось и так далее. И, в общем, сколько говорили о том, что мы в итоге туда перейдем. Вот, или мы возьмем, ну, ну, вот, всю эту такую озабоченность, да, как бы, здоровьем, здоровым образом жизни, гигиеной и так далее. Да, конечно, сегодня это прибывает какие-то, какие-то истерические, совершенно, как бы, да, какую-то истерическую модальность, но, на самом деле, тоже это изобретение не сегодняшнего дня и озабоченность, как бы, здорового жизни не только сегодняшнего дня, как бы, повестка. Вот, ну, еще раз повторюсь, да, что сквозь все, как бы, вот эти тревожные вопрошения все-таки не некоторые, ну, как бы, вот некоторые желания того, чтобы все изменилось, безусловно, существует. И, в общем, это я очень рад тому, что вот будущее сегодня, ну, как бы, возвращается в повестку дня, что оно вновь начинает обсуждаться, причем обсуждаться на самых разных языках, да, и на языке, там, не знаю, художественном, научном, философском, каком угодно. Но, когда мы вступаем в подобного рода дискуссии, принимаем участие в подобного рода обсуждениях, да, мы все время, как бы, должны помнить о некотором парадоксе. То есть, когда, не знаю, там, художник или ученый, исследователь предлагает какой-то образ будущего, то надо всегда помнить, да, что, на самом деле, это образ настоящего, ну, мы его высказываем, да, что это те образы, которые мы сегодня придумываем, которые принадлежат нашему сегодняшнему дню. А подлинное будущее можно парадоксальным образом определить как некоторую разницу, да, между тем образом, который я предлагаю сегодня, и тем, что реально случится. То есть, реальное будущее всякий раз ускользает, оно в прямом смысле, как бы, безобразно, да, оно неуловимо. Но, как мне кажется, все-таки вот будущее, как некоторую чистую возможность, как некоторую чистую потенциальность, как некоторую чистую способность к изменению, все-таки почувствовать можно, хотя это сделать очень трудно. И можно будет каким образом? Здесь нам поможет еще один эффект, вернее, еще один феномен, как бы, да, связанный вот с эффектами пандемии, изоляции и так далее, да. Это, ну, вот знаменитый флешмоб под названием изоизоляция, который, ну, сейчас как флешмоб уже постепенно, кажется, сходит на нет, но зато как продукт, он там начинает коммерциализироваться, монетизироваться и так далее. И я знаю, что уже какие-то тексты появились, о нем были целый ряд дискуссий и прочее. Ну, казалось бы, да, какое отношение изоизоляции, ну, то есть, как бы, некоторое массовое воспроизведение картин и скульптур прошлого имеет отношение к будущему. Наоборот, вроде бы слово воспроизведение предполагает, что люди, которые делают вот эти копии этих знаменитых, как бы, да, или не очень знаменитых работ, они, на самом деле, обращаются к прошлому. То есть, они что-то копируют, что-то пытаются повторить там с той или иной степени убедительности, похожести, с той или иной, ну, там, кто-то более остроумный, кто-то менее. Вот, да и действительно, там, как бы, повторяются очень часто какие-то, ну, такие очень известные работы, типа, у меня вот в ленте был явным чемпионом этой изоизоляции Эльгар Мейер, да, девушка с жемчужной сережкой. Ну, и много там таких очень однотипных работ. Да и, ну, в общем, как бы, ну, там еще и не различалось, как бы, да, вот это высокое мастерство, большое искусство, да, и уж какой-то там пошловатый салон и какие-то даже совсем уж чудовищные иллюстрации. В какой-то момент смотреть это действительно стало уже тяжело. Ну, то, что можно возразить на этом? Ну, во-первых, вся эта история не про то, как получить, разглядывая эти картинки у себя в Фейсбуке, какой-то мощный эстетический опыт, да, это вся история про то, как на самом деле весело в этом участвовать. То есть, ну, ну, как бы, эти картинки, почему он такой был еще и популярный, да, рождали в людях, вот, как бы, чисто миметически, да, вот желание что-то самим такое сделать из подручных средств и несчастных родственников, которые там в тоске сидели, значит, дома около компьютеров. Вот. Во-вторых, то, что немножко эти все испустаические иерархи оказались, как бы, в этом флешмобе сдвинутыми, ну, в конце концов, это даже и неплохо. Вот. Ну, и в-третьих, мне кажется, что все-таки этот феномен имеет отношение к будущему куда больше, нежели к прошлому. Что это не столько, как бы, повторение, сколько, на самом деле, открытие вот этого будущего, как некоторой потенциальности, чистой потенциальности. Для того, чтобы прояснить эту мысль, я, ну, как бы, совсем, ну, без там каких-то уж философских деталей и нюансов, хочу обратиться к работе современного итальянского философа Паула Виро, которая называется «Дежавю» или «Конец истории». Ну, что такое «Дежавю», я думаю, что все так или иначе с этим психологическим феноменом сталкивались, да, это когда вы оказываетесь, ну, в какой-то ситуации, да, видите что-то перед собой, и хотя это явно, ну, как бы, ситуация для вас новая, какое-то новое впечатление, но вам кажется, что вы это все уже видели, да, что это некоторое повторение какого-то предшествующего события. И, ну, вот, это то, что Паула Вирна называет это ложным узнаванием. И, как правило, на самом деле, «Дежавю» – это, в общем, не очень радостное чувство, да, оно сопровождается неким томительным, тягостным ощущением того, что никаких перспектив нет, везде все одно и то же, ничего нового не существует. Ну, и вот Вирна, ну, то есть, грубо говоря, будущего никакого нет, да, вот есть некий бесконечный этот повтор тягостный. Ну, и Вирна пытается, ну, как бы, то есть, он говорит о том, что вот это психологическое ощущение индивидуальное, оно связано вот с этим общим социальным ощущением конца истории, да, о том, что общество никуда не двигается, что мы просто, как белки в колесе, крутимся в этом постисторическом мире, где ничего больше интересного никогда не произойдет. Вот, мне кажется, что вот этот феномен из-за изоляции – это нечто противоположное вот этому ощущению «Дежавю». Да, то есть, ну, несмотря на то, что люди, как бы, повторяют вот все эти известные, знаменитые, как бы, работы, да, то есть, повторяют прошлое, но помимо этого повторения прошлого в каждой работе есть еще и указание, как бы, на саму возможность что-то сделать, да, на саму потенциальность, как бы, творить. Именно потому, что почти все эти работы, как бы, сделаны на коленке таким, как бы сказал Левистрос, бриколажным образом, то есть, ну, буквально, как бы, да, из подручного материала, где, я не знаю, там, все эти тазы домашние, да, должны призваны, как бы, обозначать море. Тут какие-то швабры используются, значит, простыни и шторы в качестве античных ток, да, задействуются все эти бабушки, дедушки, дети и так далее. Тут прямо видно, да, вот как человек, буквально оглядывая свою квартиру, да, из подручных средств пытается, там, я не знаю, смастерить гибель Медузы, там, или еще что-нибудь такое. То есть, буквально, как бы, в этом произведении мы видим, как и из чего оно, как бы, делалось, да, оно, как бы, указывает, вот, на саму эту творческую возможность, да, оно, как бы, фиксирует, как бы, эту саму потенциальность, да, и, может быть, именно поэтому этот флешмоб был таким популярным, потому что эта потенциальность, как бы, передается. На самом деле, она, безусловно, как бы, эта потенциальность, эта виртуальная аура возможного существует, ну, в любом произведении искусства, да, но там мы на нее не обращаем внимания, она, как бы, полностью растворяется, вот, уже в готовой картине, или, там, не знаю, в готовом литературном произведении, где угодно. Точно так же это существует и, ну, в простом акте коммуникации. Ведь всякий раз, ну, корнее, лучше так, да, что такое язык? Язык – это некоторая чистая возможность сказать что угодно, да, произвести бесконечное количество высказываний. И всякий раз, когда я говорю, актуализую бесконечно малую часть этой возможности. И всякий раз, когда я обращаюсь к кому-то, да, помимо того, что я сообщаю некую информацию, я еще и всякий раз указываю на то, что сказано не было, но могло бы быть. То есть, задействую язык, я всякий раз задействую и вот эту виртуальную сферу возможного, которая в языке так или иначе присутствует. Понятно, что в повседневном акте коммуникации мы не обращаем на нее внимания, да, реагируя на смысл сказанного, там, и так далее. А вот из-за изоляции все эти народные художества, все эти бесконечные картинки толстушек-хильт или, наоборот, каких-то высоких культурфетишистских, значит, воспроизведений великой классики, помимо того, что указывают нам на эти оригиналы, повторяют их, они одновременно указывают на чистую виртуальную возможность что-то сделать. Указывают на чистую потенциальность. А раз вот эта потенциальность, способность или возможность становится видимой, значит, видимой становится и сама возможность будущего как у кого. И вот в этом смысле феномен из-за изоляции, мне кажется, чрезвычайно важен. Можно сказать так, что феномен изоляции о чем нам говорит? О том, что, возможно, ну как бы, о том, что сами художники, о том, что сами народные художники в будущее не попадут, но они в своих бриколажных произведениях парадоксальным образом нам это будущее открывают. Спасибо.